Здравствуйте! Меня зовут Фёдор Васильев. Приветствую вас в 77-м уроке видеокурса «Уникальные виджеты Adobe Meuse». В этом уроке я хочу вам показать опять очень полезный виджет для изображений. При наведении мы можем разместить на каждое изображение по две ссылки. Причем эти ссылки вешаются вот на эти иконки, которые всплывают при наведении. Также вот эти все шрифтовые иконочки. Вы видите, можно поменять цвет. Вообще там очень-очень большой выбор иконок в этом виджете. И, соответственно, вы можете вот так продублировать, сменить эффект. И вы видите, при наведении фон у меня анимационно с разных сторон появляется. Соответственно, цвет фона, это все меняется у нас. В папке с уроком вы найдете два виджета. У этого виджета две версии. Они называются одинаковые, только у них подписано 1 и 2. В уроке мы будем разбирать номер 2, так как он мне наиболее симпатичный. У них настройки практически все одинаковые. Разница между этими виджетами только в том, что во втором виджете у нас при наведении бэкграунд, вот этот вот желтый, прозрачный, он анимационно имеет много эффектов. А в первой части виджета у нас вот эти кнопочки. Вот эти две кнопочки, которые на изображении появляются, они имеют эффекты. То есть здесь у нас, во второй части, они у нас просто появляются. У нас нет возможности, например, им выплыть сверху, там снизу или сбоку. Но в первой части они, как раз таки, им можно задать всякую анимацию. Но тогда в первой части у нас вот этот бэкграунд, он у нас не имеет вот таких анимационных эффектов. Он у нас также там проявляется. Но опять же там можно задать прозрачность, цвет поменять и так далее. Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим настройки данного виджета. Виджет разместили на холст. Давайте посмотрим настройки. И первым делом мы с вами загружаем изображение. Здесь изображение вы должны подогнать. То есть подготовить их заранее на фотошопе того размера, которого вам нужно. Я выбираю с компьютера. После того, как вы изображение загрузили, здесь давайте посмотрим дальше. У нас с точки зрения SEO даже этот виджет хорош, потому что второе поле Alt Text. Здесь вы пишете текст для этого изображения. Желательно здесь написать то, что здесь изображено. Там автомобиль, можно писать автомобиль, марку автомобиля. Учтите, что этот текст, он фигурировать визуально не будет. То есть люди его не видят. Это только будет прописано в коде, в правильном теге Alt. То есть это только для поисковых машин. То есть не нужно пренебрегать этим полем. Это поле очень-очень полезно для индексации поисковыми системами Яндекса и Google. Я пока просто здесь напишу демо. Радиус скругления это у нас на 20 пикселей. Вы видите, у нас изображение скруглено. Даже здесь можно видеть это. Поэтому я здесь ставлю 0, но вообще здесь можно поставить единицу. То есть совсем отключить радиус нельзя. Когда ставлю 0, видите, у меня автоматически подставляется единица. Но это практически скругление не видно. Давайте на этом уровне мы с вами посмотрим, как оно выглядит. Смотрите, если изображение у вас обрезается, вы за ползуночки можете немножко растянуть. Здесь нужно быть внимательным. Здесь нужно так растянуть, чтобы у нас было ровно как изображение, то есть ширина. Не нужно делать так, чтобы у нас, например, был вот так. Потому что у нас это будет визуально видно. Вот этот отступ. Вот это пустое место. Самое простое, это нужно просто указать точную ширину, чтобы вот так вот мышкой не гадать. Это у нас делается в перспективе, да. Вы можете здесь указать ширину. После того, как вы разобрались с размерами, настроили его, первым делом посмотрим, пока что мы имеем сейчас. Мы имеем при наведении синий фон. Имеем такие иконочки. При наведении они у нас красного цвета. Вот запомните, вы видите, они красные у нас. Соответственно, вот он, hover background color. То есть при наведении цвета этим иконочкам, да, меняется здесь. Я беру свой цвет. Дальше, смотрите, на первую иконку вы вешаете ссылку здесь. И вот здесь и списка, очень большой список иконок. Здесь, в принципе, по названию иконок можно понимать, о чем иконка, да. То есть, что это за иконка. Здесь вы подбираете первую иконку. Вот это, это у нас вторая иконка. Вставляете ссылку на иконку и выбираете вторую иконочку. Вот это все опции. Это у нас все относится к тени. Я здесь рассматривать не буду ничего. Вы можете здесь. Отключить тень нельзя. Выбрать цвет тени. Опасите, это прозрачность. То есть, мы уже с вами уже подобное проходили. Нет смысла объяснять. Отступ, тень и так далее. Здесь тень можно настроить без проблем. Дальше, смотрите, эффект. То есть, вот это все относится у нас к заливке при наведении, да. Когда у нас покрывается цветом. Вы видели, синим цветом. Вот здесь вот вы меняете цвет заливки. Опасите прозрачность данной заливки. Можно сделать более насыщенной или более прозрачной. И самое интересное, это ховер эффект. То есть, эффект при наведении. Анимационный эффект из списка. Можете какой-то выбрать. И после уже вы, при спокойненьком, можете потом зажать alt, делать дубликат, сколько вам угодно. И на это уже вешать разные картинки, разные эффекты. И все это хорошо работает. Давайте посмотрим в браузере. И вот у нас вот такие вот эффекты. Они у нас тут одинаковые, потому что вы видели, да, я просто сделал дубликат. Дальше у каждого дубликата виджета вы сможете изменить уже настройки другие, другие эффекты и так далее. На этом я заканчиваю этот урок. И увидимся с вами в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok